Привет, это Фей. Временные предметы, новые артефакты, персонажи, дроны, режимы, секретки и многое другое. Сейчас расскажу обо всем, что нас ждет в Risk of Rain Returns, ремейки оригинальные риски 2013 года. Поехали. Начнем с внешнего вида. Он преобразится, но сохранит дух оригинала. Морозные пустоши, болота, храм, все прям как в старые добрые. У уровней появится больше вариаций и секретов, в которых можно будет находить ценные предметы, порой радикально меняющие геймплей. Всех персонажей можно перекрашивать на свой вкус. Хотите, будут все разноцветные, а хотите однотонные. Внешние изменения затронут и интерфейс. Локбуки и бестиарии станут не только полезными, но и красивыми. Кроме визуального преображения, Returns получит обновленные и дополненные звуковые эффекты, а к музыкальному сопровождению вернется Крис Христодулу, ответственный за саундтрек первых двух частей серии. Останутся старые композиции и появятся новые. В ремейке немного поменяются правила игры. Персонажи научатся ходить при атаке, мобов не надо будет добивать после завершения таймера телепорта. Враги научатся лазать по веревкам, слабонервным не смотреть. Но большую часть из них можно будет отключить, вернув условия оригинала. Алдам привет. Сложность тоже можно будет настроить под себя. Кроме классических дождика, ливня и мансуна, в игре появятся ползунки для регулировки урона врагов и персонажей, для любителей более казуального или хардкорного геймплея. Некоторые предметы из второй части вернутся в Returns. Топазная брошь, запасной магазин, мача, то есть мока и некоторые другие. Но без новинок нас не оставят. Мейс Реплика станет активной версией клевера, ролящей все шансы повторно ограниченное время. Алтейк Мид будет электризовать веревки. Что называется, придумай проблему, продай решение. Рейзер Пенни будет давать золото за криты. Роял Медальян буст к статам после убийства босс-мобов. Необязательно с телепорта. Токсин отравит врагов при касании. Мью Констракт — мини-дрон, который похилит во время активации телепорта. Локт Джуэл даст барьер после взаимодействия с объектами. Сундуками, магазинами. Классифайт Аксесс Кодс сильно побьет босса телепорта при спауне. Профит Скейп похилит, когда заблокируешь урон любыми способами. А Substandard Duplicator будет давать временную копию всех подбираемых предметов. Что значит временную? В ремейке появится новый тип предметов, которые будут выдаваться на ограниченный срок. Их можно будет добывать разными способами, о которых я расскажу чуть дальше. Суть в том, что это будут все те же предметы, что мы обычно собираем навсегда, но они будут удаляться из инвентаря через какое-то время. Новые противники тоже будут. Брэмбл достанет вас свои щупальцы, где бы вы ни находились. Тьюба, закапывающаяся репка. Трок, телепортящаяся версия голема. Свифт, зеленая птица, застревающая клювом в земле. Лемуриан Кевалери, лемуриан наездник с копьем. Мэйкроп, это вообще целое семейство врагов-слизнебактерий. Среди них, как минимум, есть прыгающие слизняки и что-то типа хищников. Страшно-страшно. А новым боссом станет Линкс Тотом. Он призывает кучу бомжей-туземцев. Персонажей тоже завезут. Из сиквела к нам приедет Артифишер, а новичками окажутся Дрифтер, по сути мусорщик, но персонаж. Сможет собирать металлолом и с помощью него усиливать атаки и спавнить те самые временные предмеры для себя и сокоманников. И пилот, обрушивающий свою ярость с небес, паря на парашюте. Вдобавок ко всему появятся знакомые нам по второй части Тотем-горы, сундуки категории, а также новые постройки, типа магазина, который будет выдавать сразу 5 копий какого-то временного предмета. Про существование артефактов разрабы тоже не забыли и завезли еще. Под престижем Тотем-горы будет появляться на каждом уровне, а его эффект будет сохраняться и накапливаться в течение всего забега. Диссонанс перемешает всех врагов на всех уровнях, а Темпус будет вместо одного постоянного предмета давать 3 времени. С ним точно придется попотеть. Дроны тоже преобразятся. Их можно будет объединять в более сильные версии или менять на предметы. Появится дрон-милишник, покупающийся за хп, а предметы, связанные с этими помощниками, станут более полезными. С новинками все ясно, но старый контент тоже изменится. Всем персонажам завезут альтернативные обилки. Команда получит ножик, энфорсер-толкалку, инж какую-то БФГ-турель, хэнди-циркулярку вместо молота, снайпер-квик-скоп, чтобы попадать в нужного врага на экране, лодер-слэм на землю, акрит токсичный пузырь, на котором можно прыгать, а шеф сможет готовить временные предметы. В простонародье, еду. Майнера вообще переработают. Он будет бросаться кирками и накапливать шкалу пекла, которую сможет тратить на мощные атаки. А для любителей инженера сделают мощнейший подгон. Турели, как во второй части, будут дублировать на себе все предметы их владельца. Среди предметов, кстати, тоже наблюдается некая встряска. Золотая бомба теперь рефандит потраченные деньги при убийстве врагов. Чинилка дронов спавнит дополнительных и бафает всех имеющихся. Боксерские перчатки дамажат, хэтстомперы лупят по земле мощнее, армсрейс дает респавнящегося дрона, а кубики теперь фейлятся только при завершении уровня, а не при удачном роли фотема. И это еще не все. В ретернс появится целый новый режим, испытание провиденса. Они проверят вашу сноровку, боевые и выживальческие качества. После завершения каждого челленджа будет открываться еще пачка, пока вы не пройдете их все. А, ну и надо ли говорить, что ачивок для открытия новых предметов также добавится. И немало. Во всю эту радость можно будет поиграть уже 8 ноября, в 10-ю годовщину выхода первой части, в одиночку или с друзьями в локальном или онлайн кооперативе. Поначалу Risk of Rain Returns выйдет в Steam и на Nintendo Switch и будет стоить 15 баксов, или, если опираться на текущую ценовую политику издателя, 360 рублей или 2400 тенге. Но это уже моя спекуляция. Что точно могу сказать, так это то, что на релизе вас будет ждать достаточно щедрая скидка в 15%. Так что не упустите, если вам понравилось увиденное и услышанное. Мы обязательно попробуем ремейк на канале, так что подписывайтесь. А пока предлагаю глянуть мой мини-обзор интересных демок с фестиваля Steam. Он сейчас прямо перед вами. Там, правда, годнота собралась. Советую. До скорого.